Что происходит в бурятском парламенте, анализирует номер один. Автор статьи разделил депутатов на сторонников Матвей Гершевича, заговорщиков и болота. Причем от того, какое решение примут сомневающиеся, по сути и зависит, останется ли спикер в своем кресле. Заговорщики активно пытаются склонить их на свою сторону, торгуются и с властью. В результате все это стало весьма постыдным зрелищем. Дело в том, что заговорщикам народному хуралу предложить абсолютно нечего. Все предлагаемые должности, якобы договоренности и прочие мифические обещалки – пустой звук. Кто поверит в обещалки, станет настоящим пушечным мясом, считает журналист. Так называемые революционеры кинут всех. Возможно, скоро одним депутатом гурсовета станет меньше. Об этом сообщает молодежь Бурятии. Валерий Шикжитаров находится под подпиской о невыезде. История уголовного преследования тянется несколько лет. И все это время Шикжитаров не исполняет решений суда и не возвращает у лондонской предпринимательницы деньги. Автор материала задает риторический вопрос. А теперь скажите, может ли такой человек именоваться народным избранником и защищать интересы горожан в законодательном органе столицы республики? В пятницу плюс проблемная статья с заголовком «Нескорая скорая» руководство Бурятии приняло решение опробовать проект по передаче скорой помощи в руки предпринимателей. В ряде регионов такой эксперимент действительно оправдал себя. К тому же это неплохой вариант оптимизации расходов. Однако передавать не профессионалу такие специфические машины рискованно. Представьте пекаря или владельца сети торговых центров, который ничего не понимает в медицине. И вдруг ему нужно разобраться в куче нюансов медслужбы. К скорой помощи стоит отнестись серьезнее, чем к тяжелому ненужному балласту бюджета. Хорошую идею необходимо продумать в деталях, предупреждает газета. Невероятная история малолетней узницы концлагеря веженедельники Улан-Удэ. Лидия Павловна родилась в фашистском концлагере, прожила трудную жизнь. Но сейчас она считает, что это не самое страшное. Ее очень беспокоит современный подход к истории Великой Отечественной войны. Особенно на Украине. Я не могу понять, сокрушается Лидия Павловна, как можно забыть зверства фашистов? Ведь живут же еще и бабушки, дедушки, те, кто сейчас носит свастику. Неужели они не рассказывают им о том, что было? Если вам интересно, сколько получают министры и депутаты, читайте информполис. Подробная информация о доходах и недвижимости в сочетании с веселыми рисунками в материале «Шоб ты жил на одну зарплату». Это были лишь некоторые интересные темы в свежих еженедельниках. Евгения Панарина, Булатцы Денишеев, Алексей Щербаков. Новости дня.